Массовое празднование в городе началось еще утром. В 10 часов прошел парад, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. У мемориала «Родина-мать» собралось более 30 тысяч человек. После этого на трех площадках города развернулись полевые кухни с раздачей солдатской каши. Гостей, кроме того, гостей ждала концертная программа, но обо всем по порядку. Чтобы посмотреть парад, челнинцы приходили за два часа до его начала. Кто-то наблюдал за шествием, не выходя из дома. Для других идеальной точкой обзора стала крыша остановочного павильона. Были среди челнинцев и особые зрители. Лучшие места по праву заняли ветераны. Один из них – Гафар Хабибрахманов. Спустя 73 года он помнит события тех лет, словно все было вчера. В час ночи 30 танков пошли туда на окружение немцев. Захватили мост через Дон и охраняли их до общего наступления. Селез два часа, в три часа ночи уже 19 ноября началось общее наступление. Я там получил ранение. В качестве знаменосцев выступили кадеты. Вслед за ними маршем прошли ветераны, пограничники, пехотные войска, танкисты и связисты. Завершали парад конная кавалерия и механизированная колонна. Защищенный автомобиль на шасси армейских автомобилей. Поздравления в адрес челнинских ветеранов прозвучали в этот день и от республиканских властей. Парад в Автограде посетил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Мэр Наэль Магдеев также отметил боевой подвиг советских солдат. «Наши земляки героически сражались под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге». Из набережных Челнов на фронт ушло около 14 тысяч человек. Почти половина из них не вернулась домой. Память о них в небо запустили белых голубей и возложили цветы. После парада челнинцы не спешили домой. На набережной Тукая гостей праздника ждала полевая кухня. Желающие могли отведать кашу, приготовленную по рецепту 70-летней давности. «Приготовленная по технологическим картам у нас. Каша греческая с тушенкой. Очень вкусная. Дегустацию провели, попробовали все блюда». Но, по словам ветеранов, нынешняя каша серьезно отличается от военной. В те годы о таком вкусе можно было только мечтать. «Ничего не было кушать, ничего не ели. Одни картошки, бульон, крапиву кушали». «Дома, как супруга говорит, кашу не едим, а здесь минут 40 на самом деле стояли в очереди. Она очень-очень вкусная». Всего в этот день было приготовлено около полутора тысяч порций. Кроме того, в качестве десерта гостям вручали апельсины. Для настроения, признались повара. Но веселье и радость были обеспечены челнинцам и без порции витамина С. Ландыш Капранвальнар Мустафин, Челны, 24.